Здарова всем! В этом видео я расскажу вам, где можно будет скачать модифицированный ES-проводник, почему его давно уже удалили из плеймаркета, а также рассказать вам об основных его функциях, которыми я сам пользуюсь. Приятного просмотра! Но для начала давайте разберёмся, почему его удалили из плеймаркета. Честно говоря, я точно не знаю, возможно из-за того, что компания ES Global совершала автоматические клики по рекламным объявлениям от имени пользователей. Но лично я сижу на модифицированной версии ES-проводника, поэтому я с этим не сталкивался. Ссылка на мою версию ES-проводника будет в описании под этим видео. И я тоже советую использовать модифицированную версию, потому что она лишена всех недостатков, которые были у официальной версии. Ну а я перехожу к обзору. ES-проводник имеет довольно-таки понятный интерфейс. В самом верху у нас отображается внутренняя память и справа у вас анализатор места. Если же у вас вставлена SD-карта, то справа у вас будет отображаться ваша SD-карта. Ниже мы сможем увидеть разделение файлов на категории, такие как музыка, видео, приложение, изображение. Далее у нас внизу это инструменты ES-проводника, очистка, облачный накопитель, журнал и трансляция. Ниже мы видим недавние файлы, которыми недавно пользовались. В принципе, все удобно и понятно, как в любом другом файловом менеджере. Но особенность данного проводника заключается в том, что он имеет настройки и функции, которых нет во многих других проводниках. Если вы знаете альтернативу ES-проводнику, то напишите мне в комментах, мне будет интересно почитать. Но также есть и минусы, например, навязчивые уведомления, которые, кстати, можно отключить. Лично я его использую для изменения системных файлов и поиск нужных мне картинок, видео или же АПК файлов приложений. А еще он отлично чистит кэш и анализирует память. Но это все можно сделать и стандартными средствами Android. Мне же он все-таки интересен как root-проводник. Через него удобно редактировать системные файлы. Для этого открываем боковую панель, ищем там root-проводник, включаем его и везде ставим RV. Это дает нам возможность редактировать системные файлы. Также этот проводник может передавать файлы с одного устройства на другое. Но лично я этим не пользуюсь. Я передаю файлы просто по USB кабелю, а не через беспроводные сети. Но такая возможность есть и, возможно, вам пригодится. Знаете, лично мне нравится ES-проводник. И переходить с ES-проводника на какой-либо другой я не вижу смысла. Да, конечно, у него есть множество альтернатив. Но я уже привык к нему и к его, скажем так, минусам. Особого падения производительности телефона я не заметил. Как говорят многие другие пользователи, якобы, если установить это приложение, то будет падать производительность телефона. Из-за того, что оно работает в фоне. Но у меня такая прошивка кастомная стоит, что после того, как я закрываю приложение, оно закрывает и все службы. Если у вас MIUI или Yemi, или любая другая кастомная прошивка, то у вас будет примерно та же ситуация. И мешать ES-проводник вам никак не будет. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было интересным. Ну, а я с вами обращаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok